Около 34 тысяч юных жителей города над Бугом в этом году переступят школьные пороги. Впереди у них долгие 9 месяцев кропотливой работы. В стенах учебных заведений ребята проводят немало времени. И от того, насколько комфортны, удобны классы, спортивные залы, столовые и библиотеки, напрямую зависит желание грызть гранит науки, а значит и успеваемость. Именно поэтому на подготовку школ, гимназий и лицеев к новому учебному году было затращено немало сил и средств. Огромную роль в подготовке учреждений образования к новому учебному году Сограли и педагогические коллективы наших учреждений, и учащиеся, которые работали летом в трудовых бригадах, и родители. Учреждениями образования города, начиная с начала года за 7 месяцев, привлечено к укреплению материально-технической базы учреждений образования города почти 12 миллиардов рублей за счет небюджетной деятельности. Это помимо тех 43 миллиардов, которые были выделены на капитальные текущие ремонты из городского бюджета. Традиционное начало городского педагогического совета вручения грамоты благодарственных писем педагогам в этом году было дополнено особенно важным и значимым моментом. Впервые в истории нашего города звание почетного гражданина было присвоено учителю, человеку, посвятившему свою жизнь, труду на ниве образования и воспитания подрастающего поколения Светлане Николаевне Семеновой. В своей ответной речи директор лицея номер один Светлана Николаевна выразила уверенность, что ее профессиональный успех был бы невозможен без людей, которые на протяжении всего трудового пути поддерживали ее как словом, так и делом. Спасибо учителям, директорам, спасибо моему замечательному профессиональному коллективу лицея за такую оценку труда. Низкий земной поклон всем брещанам, руководителям, представителям власти и, главное, детям нашего города. Спасибо. Светлана Семенова, как настоящий профессионал, и в праздник все равно много говорит о работе, тем более, что планов громадью и у нее, и у педагогов города. Но, как отмечалось, серьезных изменений в учебной программе в этом году нет. Перенесен только экзамен по истории Беларуси. Сдавать его нужно будет не после девятого, а после одиннадцатого класса. Но наработанная схема не значит скучная и заезженная. В каждом учреждении образования есть свои методы и способы работы, которые позволяют сделать процесс не только полезным, но и приятным, а главное – безопасным. Очень большое внимание в этом учебном году в инструктивных письмах Министерства образования обращено на обеспечение безопасных условий пребывания детей в школе. То есть наша главная задача, чтобы дети пришли к нам здоровыми и ушли от нас здоровыми. То есть травматизм – это, конечно, очень и очень такой бич, но мы стараемся, чтобы избежать этого. На августовском педагогическом совете по традиции присутствовали не только представители сферы образования, но и сами виновники будущего праздничного дня знаний. Вопреки сложившемуся стереотипу о нежелании идти в школу, современные подростки наоборот с нетерпением ждут, когда прозвенит первый учебный звонок. А потому можно смело сказать, что главная составляющая успеха в обучении – желание в наличии есть. А значит, отличных оценок и достижений долго ждать не придется. Я уже не знаю, я уже такая радостная, мне так в школу хочется. Я уже с первого месяца лета. Сразу школа закончилась, мне в школу захотелось. Я чувствую какое-то и волнение, и радость. Я очень жду первого сентября, потому что мне очень хочется уже в школу. Ждем, чтобы быстрее попасть туда. Хочу, ну, побыстрее, чтобы быстрее открылось. Мне хочется в школу, потому что я хочу увидеться со своими одноклассниками, которых я давно не видела, и со своими учителями увидеться, и еще знания получить новые.